Крупный план Здравствуйте Давайте коротко познакомим наших слушателей Тех, кто пока не знаком с вами и вашей компанией С деятельностью компании Лестрейд Как возникла идея создания предприятия Как давно вы на рынке и что производите? Отвечая на вопрос истории создания производства Хотелось начать с того, что с 2012 года Я задумался о переработке древесины Именно лиственных пород И начинал переработку березы на лесопильном оборудовании Распиливал бревно на доске, сушил, строгал И общаясь с представителями европейских государств Я понимал, для того, чтобы выйти на экспорт Нужен объем и соответствующее качество Пришлось сесть за написание бизнес-плана То есть днем работал на производстве, а вечером А ночами писали бизнес-план И в 2016 году, когда уже тема уходила на нет В поисках инвестора Произошла наша случайная встреча С гражданином Китайской Народной Республики Лю Цинзе Который искал промплощадку для реализации своего проекта Именно производства палочек для мороженого Вы встретились с инвестором Это инвестор ваш, да, я так понимаю? Да, да Здесь, в Кировской области Да, совершенно верно Встретились в Кировской области Познакомились с ним Он мне рассказал свою идею Что он хочет Я ему подсказал пару вариантов И через какое-то время он меня уже пригласил В качестве помощника в реализации его проекта И уже в качестве руководителя Я стал работать в компании Листрейд И вот в 2017 году мы зарегистрировались уже на территории Котельнического района И запустили производство Палочек для мороженого И основные наши покупатели стали Это Россия, Китай, Литва, Армения, Индия Кстати, по поводу Индии Хотелось бы пример привести Как мы этого нашего покупателя Как мы с ним познакомились На другом конце света просто Вот, да, очень было интересно У нас работает интернет-сайт То есть любой иностранец может найти нашу компанию Мы всячески стараемся продвигать его И в один из дней где-то в 2019 году Раздались звонки к нам в офис Очень непонятный, быстрый английский То есть собеседник владеет английским языком Но оказался это индус И мы с ним очень долго общались Он звонил раз пять, наверное Мы друг друга, конечно же, не поняли А через пару дней мне позвонила девушка Из аэропорта, из Москвы И говорит, что из Индии купил билет Человек и летит к вам в Киров То есть из Москвы летит в Киров Так Но я сразу понял, что, скорее всего, это тот человек С которым у меня не удалось провести телефонные переговоры И сразу я поехал встречать его Слушайте, какой человек интересный, да? Смотрите Да, то есть он не мог найти По телефону поговорил Раз и сразу же поехал Да, то есть контакт по телефону не удался И он решил, что ну поеду, значит, найду эту компанию Мы с ним встретились в аэропорту На следующий день я ему показал образцы нашей продукции И буквально через пару дней мы подписали контракт И отгрузили То есть было отгружено у нас порядка 250 тонн палочек Через Санкт-Петербург морским путем Мы спокойно ему всю партию отправили На этом примере хотел отметить, что выпускаемая нами продукция Она востребована, а наши качества превышают ожидания покупателей Именно палочки для мороженого вы производите И на этом направлении решили сосредоточиться Это была, ну, как бы такая установка инвестора, да? Да, изначально, да Но мир меняется И в декабре 2019 года уже мы запустили новую линию По производству заготовок одноразовых столовых принадлежностей То есть это вилки, нож, ложки Из дерева? Из дерева На замещение пластика Это какая-то ваша такая внутренняя позиция вас и инвестора, да? Что пластик не самый такой, как бы, здоровый материал В плане отходов Мы все понимаем сейчас Вот эта вот забота об экологии Это очень такой современный тренд, да? Да, то есть... То есть оно востребовано, я так понимаю, да? Данная продукция востребована Потому что уже в странах ЕС от пластика отходят И в 2021 году уже приняты законы полностью исключить пластик То есть все эти... Одноразовые как раз посуды для пластика Одноразовые посуды, контейнеры для еды, ватные палочки Как бы это все отменяется Пакеты уже отменили Но некоторые страны не стали дожидаться, когда закон вступит в силу И уже размещают свои заказы И уже готовы заместить В данном случае, вот что касается нас, это ложки, вилки и ножи То есть забота об экологии была одним из определяющих факторов, да? В выборе вот той продукции, которую ваше предприятие производит? Да, наша продукция, она не имеет никаких химических добавок Это экологически чистый продукт И она не причиняет вреда ни человеку, ни окружающему миру Экологически чистый продукт, да, на самом деле Хотелось привести пример в цифрах По поводу соотношения, как разлагается в природе пластиковая, одноразовая посуда и деревянная Пластик разлагается примерно 500 лет А вилка, ложка из дерева изготовленная около 80 дней Ну, то есть меньше трёх месяцев получается, да? Да, то есть совершенно никакого вреда быть не может причинено Ну и потом мы же все понимаем, что деревянную какую-то продукцию можно утилизировать и сжечь, и всё что угодно Да, то есть не обязательно закапывать Да, много их То есть фактически это такое производство, которое вреда природе не наносит совершенно Всё натуральное, вот что растёт в лесу Только польза Только польза Ваша сейчас деятельность, да, это производство заготовок, как вы сказали Пластиковых ножей, ложечек, вилок А какие планы на будущее? То есть вы собираетесь конечный продукт производить? Есть ли такие планы? В планах компании у нас есть расширить производство, то есть увеличить количество рабочих мест, создать новые рабочие места И уже производить товар до конечного покупателя, то есть это хладокомбинаты, в первую очередь это на территории России Приобрести оборудование для формования столовых одноразовых принадлежностей То есть то, которое уже будет готовый продукт делать? Уже готовый продукт, не заготовка, да И разработать упаковку по запросу клиента И, соответственно, эти планы, да, еще раз подчеркну, что создадут новые рабочие места, увеличат налоговое отчисление И, соответственно, рост прибыли нашей компании Еще, Дмитрий, такой вопрос На каком сырье вы работаете? То есть вот вы сказали, что с инвестором вы встретились здесь, в Кировской области Правильно ли я понимаю, что инвестор здесь оказался именно потому, что здесь есть сырье? Да, совершенно верно Он оказался здесь, потому что ранее он в Китай отгружал именно из Кировской области сырье Лес? Лес, да, и в отгрузочных документах он увидел, что это все-таки Кировская область ему поставляет сырье И он решил, что надо туда обязательно слетать Родился он рядом с границей, с Россией, то есть внутренняя Монголия И он по духу, ну, любит он русских И отношение к России у него такое свое как-то по душе В общем, он всегда мечтал работать в России Так, и ваше сырье это? Да, наше сырье это береза То есть из березы делается? Да, береза непосредственно это мы используем в производстве второй, третий сорт То есть первый сорт, комлевой, который идет на экспорт, мы за ним не гоняемся, мы берем простое сырье Но поставщики ваши, они тоже здесь в Кирове? То есть это кировские компании? Или вы с разными поставщиками работаете? Ну, если в процентном соотношении говорить, это, наверное, сейчас уже 50 на 50 Это Кострома и Кировская область Изначально, конечно, Кострома было больше, но сейчас мы выровняли этот показатель Эти поставщики, они насколько надежные, насколько проверенные? Что это за предприятие? Это крупные какие-то предприятия? Наше сырье, да, это основное, это береза Наши поставщики, большинство из которых уже имеют сертификаты стандарта ФСС То есть это свидетельствует в первую очередь о том, что древесина заготовлена с соблюдением лесного законодательства Российской Федерации И отвечает требованиям стандарта Международного лесного попечительного совета Соответственно, каждый год наши поставщики проходят контрольные аудиты Проверки такие Проверки, да, которые независимые, где выявляются несоответствия И в случае, если эти несоответствия очень нарушают, именно Если значительные они Значительные, да, то могут просто лишить сертификата Да, и, соответственно, предприятие уже выпадет из списка ваших поставщиков, если оно настолько недобросовестно Да, и мы уже с этой компанией сотрудничать не будем, пока они не устранят все несоответствия И не восстановят действия своего сертификата А что происходит, Дмитрий, с отходами производства? То есть, мы же понимаем, там лес, да, заготовки, все равно остается что-то По отходам производства мы недавно приобрели оборудование и уже со склада начинаем все наши отходы перерабатывать в топливную щепу И уже образцы вот на этой неделе мы должны показать в котельные И, скорее всего, отопительный сезон начнется с нашей щепы, имеется в виду по котельническому району Это какое-то отдельное направление бизнеса для предприятия? Или это просто вот, ну, чтобы, условно, не лежало там, да, не захоранивать где-то, а чтобы была возможность утилизировать так полезно, да? Это в первую очередь, конечно, утилизация отходов производства То есть, именно забота о том, чтобы это все не разлагалось, а куда-то тоже в дело шло Да, чтобы был порядок на производстве, и чтобы у нас не складировались отдельные кучи этих отходов Вы говорите, чтобы был порядок на производстве, давайте мы тогда к производству все-таки перейдем Кто работает на вашем предприятии, то есть, это жители Кировской области, котельнического района, как я понимаю, да? Да, на сегодняшний день у нас на предприятии работают около 200 человек И у нас коллектив, он многонациональный, то есть, организация «Листрейт» Стараются подбирать людей, которые любят свою работу, переживают за свое дело, с которым они связаны В основном, ну, скажем, если коротко, где-то процентов 70 это местное население То есть, жители котельнического района И стараюсь создавать надежные и доверительные отношения между сотрудниками и руководством компании На 2020 год у нас был отличный план, мы хотели провести конкурс внутри предприятия И часть сотрудников, порядка 10 человек, мы планировали отправить в Китай То есть, познакомиться с культурой Китая, побывать на изначальном производстве, которое было запущено еще 20 лет назад У инвестора как раз, да? У инвестора, да-да-да, то есть, посмотреть его город, посмотреть культуру, посмотреть красоты Китая А какой город? Хотели отправить мы в Далянь В Далянь. А какова средняя зарплата на вашем предприятии, просто чтобы понимать? В среднее, получается, ну, 24 тысячи 24 тысячи? Да, ну, график работы у нас смены, и 2 на 2 мы работаем А, ну, это удобно, между прочим, для жителей района Да, удобно, многим нравится Потому что у многих там и приусадебные участки, еще что-то, да? Находится время для личных И для семьи, и для работы есть время Ну, будем надеяться, что пандемия закончится, и планы ваши по отправке работников с экскурсионными и познавательными целями в Китай Надеемся на 2021 год Хорошо, еще, смотрите, такая очень важная история для бизнеса, когда мы говорим о наших местных предприятиях, особенно предприятиях, которые работают в районах нашей области, да? Это не только зарплата и не только рабочие места, но это и отчисления, которые вы делаете в местный бюджет Ну, по результатам работы за 2019 год у нас в бюджетах всех уровней было заплачено 15 миллионов 500 тысяч рублей И каждый год компания идет по нарастающему итогу И на 2020 год мы планируем создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые отчисления примерно в два раза Но боюсь делать конкретный прогноз ситуации Ну, мы все понимаем, да, что сейчас Не совсем стабильная, но за счет нового вида продукции мы надеемся все-таки реализовать эти планы и увеличить все-таки В два раза? Да Получается, что в два раза Есть ли у вашего предприятия какая-то, ну, не знаю, там цель или миссия? Ну, помимо того, что мы говорили про пластик, да, который очень долго разлагается, а вы, видите, вот с деревом работаете, то есть это уже забота о природе Ну, вот такая социальная ответственность бизнеса, то есть, возможно, вы какие-то социальные акции проводите для жителей района, еще что-то Задумываетесь об этом? Да, в этом году мы принимали участие активно в акции «Скоро в школу» Инициатором выступил Центр социального обслуживания населения в Котельническом районе И компания «Листрейт» оказала помощь в подготовке детей к школе Семьям нуждающихся, которые оказались в трудной жизненной ситуации И порядка 20 детей, ну, помогли отправить в школу То есть это покупка именно школьных принадлежностей, да? Да, 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 да Это хорошая такая история, которая, ну, вот мне кажется, что предприятие показывает с правильной такой стороны То есть вы не только работников своих, да, опекаете, не только о них заботитесь, но заботитесь и о тех жителях района, в котором находятся ваши предприятия Которые к вашему предприятию, может быть, отношения не имеют, да, но, тем не менее, живут здесь И спасибо вам за это большое Еще несколько минут у нас остается до конца нашего эфира И я бы хотела еще, Дмитрий, вас спросить А вы с вашим инвестором думали ли о том, что как-то продвигать Кировскую область, да, на международном рынке? Ну, то есть, может быть, как-то вот брендировать вашу продукцию, еще что-то с этим делать? Как раз это планы на будущее Мы хотим увеличить свои производственные мощности То есть построить дополнительные цеха, установить новое оборудование и уже делать упаковку И на упаковке будут наименования там Мада Ин Киров, Мада Ин Котельнич То есть такую цель мы преследуем Но это порядка дополнительно, что касается упаковки, ну, 80 рабочих мест А еще новые рабочие места получаются Да, то есть это дополнительно плюс 80 рабочих мест Ну и плюсом Кировская область будет, конечно же, брендирована, да, на международном рынке Потому что вы работаете и с Индией, вы работаете и с Арменией, и с другими странами, да? Вот сейчас у нас план-то, конечно, это вектор взят на Европу Все-таки она и логистически нам повыгоднее Поближе Поинтереснее, да То есть переговоры сейчас из Германии ведутся Вот ждем их представителей Я думаю, что границу скоро справимся с этой Ну мы все надеемся на это Что границы скоро откроют Да, и к нам приедут уже в гости немцы Ну понятно, все с Европой, конечно, да То, что мы с вами уже обсуждали Это по поводу вот установки, да Во многих странах Евросоюза Установка там, да, наперечное отношение к природе, к экологии На использование именно из натурального сырья Произведенных одноразовых приборов, да, столовых и всего остального Так что это такой правильный вектор Ну и будет здорово, если из Германии к нам поедут не только туристы-охотники Которые любят ездить в Кировскую область, да Но и те, кому такая вот забота об экологии близка по духу И кому хотелось бы поддержать в том числе, да, вот этот вот тренд Эту модную там современную тенденцию У нас остается совсем немного времени, Дмитрий Мы говорили с вами о том в самом начале Что мы встречаемся накануне профессионального праздника Дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности И у нас сейчас есть такая возможность, наверное, поздравить Ваших коллег по отрасли, ваших сотрудников С этим профессиональным праздником Ну и пожелать, наверное, достижения чего-то, да И, может быть, еще чего-то Да, хотел пожелать всем слушателям, в первую очередь, крепкого здоровья Всех работников лесного хозяйства Поздравить с профессиональным праздником Пожелать бережно относиться к нашей природе, к нашему богатству Заботиться о родном крае И нет границ у бизнеса на самом деле Вот пример с Индией показывает, что расстояние не имеет никакого значения Надо просто двигаться вперед Если два человека хотят друг друга найти, даже быстрый английский не помеха И расстояние в тысячи километров тоже Совершенно верно Преград никаких нет Думайте, пожалуйста, о нашей природе Заботьтесь об экологии Думайте о том, что пластик это не самая, может быть, хорошая история И что все-таки натуральные материалы Это такая современная фишка Спасибо большое Дмитрию Мальцеву Директор компании Лестрейт Котельнический район был в нашей студии В программе Крупный план До свидания И надеюсь, что до новых встреч Вы с осуществившимися вашими планами Еще в нашей студии побываете и расскажете Спасибо Спасибо Крупный план